Какие котлеты? Эти лапы ничего не брали, кроме котлет. Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё это заражается, заражается, как никогда актуально. Вы только представьте, как в декабре итоги года проводить прикольно будем. Если останемся в живых, говорит Катейка. Да останемся, конечно, куда мы денемся. Всё будет хорошо. Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе Little Big, едет на Евровидение. Хе-хей, никто туда не едет. Но недавно новость была, что Евровидение отменили из-за коронавируса. Ну, точнее, перенесли на следующий год, но по факту это ж получается отменили. В общем, грустно, конечно, но что поделать. Очень аппетитные рогалики. А чего бы и нет. Нормальные рогалики. Пи-во. Ммм, кто-то пишет, чисто для технорей пивнушка, быдло не поймёт и пройдёт мимо. Да ну, там же вон нарисованы стаканы с пивом. Я думаю, все прекрасно поймут. Один батя из Китая для своего сына сделал домик из китайской лапши. Вот как надо детей выселять. И запас провизии сразу. Годовой. Северная Корея не участвовала в войнах 60 лет. Но их генералы выглядят так, будто находятся в постоянных сражениях. Кто-то пишет, мы могли бы победить их с помощью магнита. А может у них все медали золотые. Ну, типа реально из золота. Золото-то не магнитится. Ашан начал продавать комплексные тележки с сахаром, туалетной бумагой, гречкой, макаронами, подсолнечным маслом и влажными салфетками. Пока дураки сходят с ума, умные делают деньги. Да, так это всё и работает. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мемозга. Поехали! Любимый муж, пять танков я уже продала. Вспомни, что у тебя есть жена. Интересно, что после этого было с женой. Пять танков продала, капец. Когда мама оставляет тебя стоять в очереди на кассе и куда-то уходит. А ты следующий. Мама, забери меня, мне страшно. Да не, Патрик стопудово бы сориентировался. Я верю в Патрика. Я научу тебя зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома. Пшёл отсюда, проходимец. Хозяин, хватит пьянствовать. Какой я тебе чёрный ворон? Я твой кот. Как снова увидеть ворона? Передай привет своему мизинцу. У нас с ним личные счёты. Когда карантин закончился, и ты выходишь на свою работу. Геральт из Ривии, отважный ведьмак. Не виделись с самой чумы. Скучал по твоей кислой физиономии. Блин, никак не могу посмотреть ведьмака. Я начал смотреть первую серию и уснул где-то на середине. И так и не могу продолжить. Надо будет собраться и посмотреть. Ценные бумаги раньше. Ценные бумаги сейчас, о да. Когда татуировщик прогуливал анатомию. О господи, это он так себе представляет руку. Ладно. Кто-то пишет, там вместо плеча таз. Так вот как выглядят руки из жопы татуировщика. И премия препод года достаётся. Виктор Степанович, вы нам файл с вопросами на экзамен, который прислали. На нём трояны. Хе-хе-хе. Кто-то пишет, экзамен по информационной безопасности. Твой кот, когда услышал звук фейерверков. У меня Силя в новогоднюю ночь под кровать забилась и не вылезала, пока фейерверки не перестали пускать. Только первый фейерверк выпустили, а она сразу, вью, под диван. Точнее под кровать. Такое можно и не пережить. Энергайзер запускает смартфон, который не надо будет заряжать неделю. Кто-то пишет, представляю, как листаешь ленту перед сном, а он падает тебе на лицо и ломает нос. Да, такими кидаться, наверное, хорошо. Главное, чтобы он противоударный был. И делать ничего не пришлось. Какой-то чудак украл карточку. Весь день он пытался сделать покупки через какую-то систему. Покупка на 1600 рублей не удалась, на 900 не удалась, на 450 не удалась, на 90 тоже не удалась. Видимо, этот чудак не ожидал, что на карточке 0,8 рублей. Не на того, блин, нарвался. Вот это правильно, вот это лучший подход к безопасности финансовой. Сегодня я видела, как бабушка в магазине шлёпнула свою внучку по жопе, та заныла и сказала, я расскажу всё маме. На что она ответила, давай, иди, рассказывай своей маме, она моя дочка, я ей по жопе надаю, если что. Вот это влиятельный человек. Да потому что у бабули авторитет в семье. Грабитель из Филадельфии попал на запись камер видеонаблюдения, делая разминку перед ограблением. Спорт это жизнь. Жизнь за решёткой. Ну, в данном случае. Работаешь такой, работаешь, уже вроде бы целую неделю. А потом бац, и среда. Не, а потом бац, а только 9.05 понедельника. Я сейчас не могу слушать голоса... Да, это боль. Не люблю голосовые сообщения. Подстригли кота. Оказалось, первый его слой белый. Кто-то пишет первый слой грунтовка. Ну да, вы что не знали? Дома нечего есть. У девушек. Два килограмма мяса, всевозможные крупы, пару килограмм овощей, закончился лук. У парней. Холодильник реально пустой, съели даже снег со стенок. Кирюха умер три дня назад от голода. На ужин Кирюха. Ухо Кирюхи. Сегодня из садика забирал сына. Когда я его одевал, рядом молодая мама одевала девочку. Я спросил у девочки, как тебя зовут? Девочка тоненьким голоском ответила. Я забыла. Мать девочки устала. Её зовут Изабелла. Просто она так произносит, что всем кажется, я забыла. А что, красивое имя. И я забыла, по-моему, тоже неплохой вариант. Коронавирус очень хорошо передаётся и через деньги. Вот почему он так быстро распространился по Европе. И почему его так мало в России. Неплохая теория. Россияне. Нам радоваться или плакать? Ну, в данном случае определённо радоваться. Да не, стопудово дело в том, что в России, наоборот, самое прогрессивное общество. И мы расплачиваемся везде карточками. Даже не используем наличку. Из-за этого мы не обмениваемся деньгами. И, соответственно, не заражаем друг друга. Первые 40 лет детства – самые трудные в жизни мальчика. Когда я был ребёнком, я засунул яблочную кожуру себе в нос. А потом провёл много счастливых часов, когда её удаляли лучшие врачи Лондона. Сколько тебе было лет? 34. Ну, для его текущего возраста 34, наверное, ещё ребёнок. Идея для рекламного ролика банка. Девушка попадает в аварию и теряет память. Муж её не бросает и изо всех сил пытается снова завоевать и сделать так, чтобы она его вспомнила. Потому что у них ипотека. Это больше на сюжет хоррора какого-то похоже. Остальные скупают продукты, туалетную бумагу и другие товары. Я с последней соткой в кармане. Да я быстрее с голоду сдохну, чем от коронавируса. Сторонники общества плоской земли просто не шарят. Хе-хе, произошёл троллинг. Я, я полиглот. Я сходу могу перевести любой текст, даже не зная языка. Так же я, когда меня просят что-то перевести. Кошка-туннель. Размер долго 120 сантиметров, диаметр 24 сантиметра. Котик очень нравится. Кошка-игрушки полон возбуждения. Изобразительный проект. Неудобно, когда группируйте, занимает место немного. Три ямы, чтобы кошечка по своему желанию, челночный, звон, бумага, шаркающее увеличение. Кхе-кхе, интерес. Это просто чуваки, которые перепродают товары с Алиэкспресс, просто вместе с описанием оттуда взяли. И нормально. В детстве мальчиков одевали в голубое, девочек в розовое. А меня в... Ну что-нибудь потемнее, чтобы не так сильно пачкалось. Так я вырос во сгустком тяжёлой печали. Да ладно, меня в детстве, по-моему, особо не наряжали в чё-то одно определённого цвета. А со временем я, наоборот, стал любить тёмные вещи. Ну правда, у меня серая кошка. И с ней невозможно носить тёмные вещи, потому что её шерсть прекрасно на них видно. Поэтому у меня много серых домашних маек. Вспышка коронавируса и евро по 85 рублей. Я копил деньги на летний отпуск в Европе. Да, я тоже хотел бы съездить куда-нибудь за границу, потому что я никогда не был за границей. Ну просто интересно побывать, посмотреть, чё там как. Я ещё особо ничего и не накопил-то. А тут сразу бац, и такие проблемки нарисовались. Ну ничего, пойду шавуху куплю на накопленное. Если вы никогда не видели пирожочек с начинкой из лости, то вот. Она. Готовлю вкусно, говорю мало, голова не болит. Она. Встала к плите. Не, это я так к плите подхожу. Я не знаю, как готовит моя жена, но если я берусь за это дело, то у меня сковородка обязательно начнёт стрелять и попадёт в глаз. Всё самое прекрасное в мире сделано нарциссами. Самое интересное – шизоидами. Самое доброе – депрессивными. Невозможное – психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю. Это правда, потому что под здоровыми здесь подразумевают обычных людей, которые ничем особо и не выделяются. Но на то они и обычные, чтобы создавать обычность. Как бы это странно не звучало. Доллар 74 рубля. Аналитики прогнозируют возможный курс до 100 рублей за доллар. Рубль. Да зашёл опять. Батя доказал, что он не лысый. Кто-то пишет, вот настолько я близок к нервному срыву. И к последней картинке, которой вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если он вам понравился, а также подписаться на канал, если вдруг ещё не подписаны, и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова